Что я тебе скажу, Штепсель, ты впадешь. Что такое говори, говори. Нашего директора занимаешься. Что ты говоришь? А кто ж будет на его месте? Точно, что я не знаю, але в мене є одна кандидатура. Я? Не, я. Почему это ты, а не я? Вечно ты только о себе думаешь. Вот на цей раз я про тебе думаю. Я хочу, чтобы хоть один раз в житти директор был твой друг. Но ты учти, тебе как директору придется много трудиться. Ну, где ты бачил, чтобы директор трудился? Заместник будет трудиться. А где ты возьмешь заместителя? У меня есть племянник. А, племянник. Талановитый хлопец. Так если он талантливый, зачем он пойдет в наш маленький коллектив? А его больше никуда не возьмут. Почему? Ледер. Так позволь, так кто ж вместо твоего племянника Лодеря работать-то будет? Помешник. Ну, а помощника где возьмешь? У меня есть зять, треба его взять. А, так это ты родственников своих устраиваешь, да? Да, який он мне родич. Так, как кажут, через дорогу на присадку родич. Я его ни разу в жизни не бачил. Так если ты его ни разу в жизни не видел, как же ты можешь его рекомендовать? А он был у солидной контори. Какой? За год бревно. Ну, а теперь почему не работает? Выгнали. За что? Его контора за год бревно выпускала за год бревно. Выгнали. Ну, а ты зачем решил его сюда взять? Так он же мой взял. А при чем тут взять? В городе Бузина, а в Киеве дядько. Правильно. Где у меня в Киеве дядько? Возьму своего дядька. Ну, это еще бабушка надвое сказала. И бабушку возьму. Молодец, Штепцы. Стариків не забывай. Вот такого только допусти. Знаем мы вашего брата. Какого ты брата знаешь? Витю чи Митю? Ну, Витя той маленький. А Митю возьму. Наш кадр. Рушай, Тарапунька. А может быть у тебя еще есть кума? Кума? Да. Чего нема, того нема. Так может быть ты возьмешь тещу? Тещу? Да. Тещу не можно брать. Это еще почему? Если я возьму тещу, мою тещу, так уже не я буду тут директора. Не, не, не. Я лучше возьму двоюродную племенность. Двоюродную племенность? И ее мужа. Ну, а мужа-то зачем? Штепцель не треба разбивать семью. Ну, вот тебе мой совет, Тарапунька. Не занимайся кумовством. Дадут тебе по шапке в противном случае. Если дадут, то будет противный случай. А почему дадут? Скажут, что Тарапунька берет на работу только своих родственников. Вот скажут же. Ну, у меня есть выход. Чтобы не говорили, что я беру только своих родственников, я еще твоих парочку приквачу. На развод. Ха-ха. Правильный выход.